Смотрите, хотя вообще-то большую часть лекции я собираюсь рассказывать про мозг, но начнём мы с совершенно другой части тела. Задумывались ли вы когда-нибудь о том, зачем человеку попа? Дорогие звукорежиссёры просят прибавить звука. Да, какие у вас есть версии по поводу попы? Обычно нормальные люди считают, что попа нужна для того, чтобы на ней сидеть. Другие версии есть? Вставать. Да, кроме того, некоторые считают, что она нужна для того, чтобы делать уколы. Но вот, например, революционные биологи Денис Брамбл и Дэни Либерман как-то раз обратили внимание на то, что у нас с вами попа вообще-то самая большая по сравнению со всеми остальными приматами. Причём как по сравнению с современными приматами, так и если смотреть на раскопки. На раскопках можно смотреть на кости и смотреть на места прикрепления мышц к костям и делать примерное осуждение о том, какого размера эти мышцы могли быть. И, в общем, из всего этого следует, что по ходу нашей эволюции попа у нас всё увеличивалось и увеличивалось. И обычно любые анатомические изменения человека объясняют прямохождением. Но дело в том, что Либерман проводил эксперименты, он ставил людей на беговую дорожку, прикреплял им электроды к попе, чтобы мерить силу сокращения мышц, и показал то, что и так знает любой человек, который когда-то пытался её накачать, что, вообще-то говоря, ходьба для этого совершенно не помогает. Во время ходьбы попа никакой особенной нагрузки не получает. Но совсем другое дело — бег. Вот для бега попа, правда, очень полезна. Кроме того, Брамбл и Либерман обратили внимание на то, что есть ряд других анатомических особенностей человека, отличающих его от его предков, которые тоже можно рассматривать как особенности, полезные для бега. У нас длинное ахиллово сухожилие на пятке. У нас узкая грудная клетка, что при беге может уменьшать встречное сопротивление воздуха. У нас есть вынная связка и ещё некоторые особенности строения шеи и головы, которые помогают стабилизировать голову при беге, чтобы она не тряслась и мозг в ней не трясся. У нас, кроме того, замечательное потоотделение и отличная терморегуляция. Мы можем бегать на жаре и при этом не перегреваться и не умирать от жары. У нас длинные ноги. В общем, Либерман и Брамбл предложили новую эволюционную теорию, которая говорит, что в значительной степени человек эволюционировал как существо, способное к марафонскому бегу, что это была наша экологическая ниша. Причём здесь интересно по раскопкам, что вот эти особенности, связанные, как предполагает Либерман, с бегом, вообще-то появлялись раньше, чем мозг, чем увеличился мозг. То есть вот эти животные, австралопитеки, у них мозг был ещё вполне себе обезьяней, при этом особенности скелета, подходящие для бега, уже в полный рост были развиты. И это позволяет немножко по-другому посмотреть на нас с вами, потому что мы, в принципе, привыкли считать, что человек очень умный, и это его единственное эволюционное преимущество, что никаких физических преимуществ у него нет, но вот зато он хитрый, придумал Яндекс.Такси, и поэтому может обогнать лошадь. А вообще, как вы думаете, кто лучше бегает, лошадь или человек? На каких дистанциях? Да, вопрос с подвохом, совершенно верно. Всё вы правильно угадали. Если мы говорим про короткие дистанции, то, конечно, разумеется, гораздо лучше бегает лошадь. Лошадь любая может спокойно бежать на скорости 40 км в час, и может на ней бежать какое-то заметное время. Минут 10 точно может, километры 3 точно может пробежать. Люди до скорости 40 км в час обычно не добираются. Бывают считанные рекордсмены, которые иногда достигают такой скорости, но они могут на ней пробежать всё равно, ну, десятки секунд, ну, десятки метров. Даже, я думаю, не десятки секунд, а ещё меньше. Потом всё равно замедляются. Но при этом более или менее любой тренированный человек может добиться того, чтобы бежать на скорости 20 км в час и бежать на ней долго, бежать на ней часами. А на скорости 10 км в час человек вообще может бежать очень долго. Прямо вот целый день может бежать и бежать, и бежать, и бежать. Что касается лошади, то лошадь пробежала голопом эти свои 3 км, а потом она устает, ей становится жарко. Она должна замедляться. На скорости 20 км в час она тоже может несколько часов бежать. Но получается, что на скорости 10 км в час она уже может бежать меньше, чем человек. И действительно, в Уильсе проводятся каждый год соревнования между людьми, человеческими богунами и лошадьми на дистанции в 35 км. И вот на дистанции в 35 км чаще побеждает лошадь, но в некоторые годы побеждает и человек. А когда пытались проверять на совсем длинных дистанциях, например, когда 6 дней подряд человек и лошадь целый день бегут, бегут, бегут и бегут, то там лошадь вздыхает и отстает гораздо-гораздо быстрее, а человек все еще бежит. И вообще, когда мы говорим про вот этот марафон в Уильсе, там понятно, что побеждает чаще лошадь, потому что, во-первых, 35 км — это еще не огромная дистанция. Во-вторых, лошадь — это все-таки животное, которое подвергалось искусственному отбору на выносливость. И, в-третьих, в этом марафоне участвуют обычно все-таки не суперрекордсмены, а просто бегуны-любители. И, в-четвертых, Уильс — это не самое жаркое место на свете. Человек получает особенно заметное преимущество в том случае, когда он бежит по африканской саванне, где очень жарко, потому что у нас мало шерсти, у нас хорошее подотделение, у нас есть хорошо продуманные системы кровоснабжения мозга, которые позволяют отводить от него тепло. И когда жарко, то мы бегаем совершенно замечательно. И, в самом деле, известно, что человек, правда, точно может загнать антилопу. Это есть способ охоты такой. Его практикуют всякие разные племена вокруг пустыни Калахария. И есть антропологи, которые прямо это описывали, которые бегали вместе с людьми из племен пустыни Калахария и видели, что правда у них процветает, практикуется активная по сей день загонная охота. То есть вы видите антилопу, вы к ней подбегаете. Антилопа от вас убегает очень быстро. Дальше вы неспешной трусцойке бежите за ней по ее следам. И она в это время убежала куда-нибудь в тень, ей там нужно полежать и отдохнуть, и охладиться. А вы в этот момент подбегаете, догоняете ее и вспугиваете. Она опять от вас очень быстро убегает. Вы опять неспешно ее догоняете. Она опять убегает, вы опять ее догоняете, вы делаете так несколько часов, и в конце концов уставшая, перегревшаяся антилопа уже не может бежать, она уже только ковыляет. Вы ее спокойно догоняете и спокойно с близкого расстояния убиваете. И это правда так работает. И вот, собственно, Брамбл и Либерман предполагают, что, может быть, это и была наша экологическая ниша. Наряду с поиском паделя, для которого вообще-то тоже полезно бежать, потому что вы тогда можете прибежать быстрее, чем другие хищники. Или убежать потом от них, когда они пришли вас прогонять. Вот, что кроме этого, предположительно, наши предки участвовали в саванне, вот в такой загонной охоте. И это позволило нам получать много мяса. Это позволило нам дальше уже начать растить еще и мозг. Ну и вообще, понятно, что мы жили не совсем в тех условиях, что мы живем сейчас, не совсем в тех условиях, к которым нас готовила эволюция. Понятно, что если мы посмотрим на племена охотников и собирателей, то они двигаются намного больше, чем мы. Они тоже не очень любят двигаться, но у них такая жизнь, что им приходится. И средняя или интенсивная физическая нагрузка, по подсчетам антропологов, у них занимает примерно 134 минуты в день. И эти 134 минуты в день – это в 14 раз больше, чем такая же физическая нагрузка занимает у среднестатистического жителя Соединенных Штатов. И здесь важно еще вот что. На самом деле, если мы говорим о связи физической нагрузки интеллекта, если мы задумаемся о том, какие интеллектуальные задачи ставила перед животными дикая природа, то мы обнаружим, что подавляющее большинство этих интеллектуальных задач всегда шло рукооборку с движением. Что в абсолютном большинстве случаев нам с вами, нашим предкам, животным, нужно думать именно в тот момент, когда мы бегаем. Потому что нам нужно думать, куда бежать и зачем бежать. Нам нужно думать, как бежать для поиска пищи, нам нужно думать, как бежать для поиска партнера, для того, чтобы срятаться от хищника. Птицам нужно думать, куда они летят, чтобы не улететь в Мухманск, вместо того, чтобы улететь в Одессу. И если мы посмотрим на строение мозга То мы заметим, что там даже анатомические вещи Связанные с контролем за тем, куда вы бежите И вещи, связанные, например, с памятью Находятся близко друг к другу Вот мы все знаем, что у нас есть такой гиппокамп Это отдел мозга, про который нам всем В первую очередь приходит до головы Что это отдел мозга связан с благофременной памятью И конкретно с декларативной памятью То есть с памятью на конкретные факты На то, что лекторий ключ находится на улице Рачтельской На то, что Волга впадает в Каспийское море На то, что Пушкин написал Евгения Онегина Все это мы помним с помощью гиппокампа И если человеку гиппокамп вырезать То он лишится полностью способности К формированию любых долговременных воспоминаний Был такой случай Человеку по имени пациента и чем Пытались лечить эпилепсию Для этого удалили гиппокамп Про который тогда было не совсем понятно, зачем он нужен И после этого он прожил довольно странную жизнь Потому что он, например, ходил со следователями обедать А потом через 15 минут уже не помнил Не только того, что он в принципе ходил Не только того, что было на обед Но и того, что он в принципе ходил обедать Вот, то есть первая наша ассоциация с гиппокампом Это память Но, кроме того, если вы помните В 2014 году вручили Нобелевскую премию За открытие клеток места За открытие специфических клеток Которые активируются тогда, когда вы находитесь В каком-то конкретном месте Это было на мышках Мышкам взяли электроды Нашли конкретные клетки Которые активируются именно в этом углу клетки Или именно в том углу клетки Потом эти работы развивались Нашли еще клетки-решетки Которые строят в мозге внутреннюю координатную сеть Клетки-решетки находятся в интернальной коре Которая не совсем гиппокампа Это тоже близко к нему А вот клетки места находятся именно конкретно в гиппокампе То есть вполне вероятно Что по крайней мере Некоторые наши интеллектуальные способности Связанные с памятью Развивались в первую очередь Именно для того, чтобы запоминать места Чтобы строить в голове карту местности И чтобы на основе этой карты местности Придумывать, куда нам нужно бежать А куда нам не нужно бежать Чтобы находить сокровища Но Просит чуть громче Но я попробую, конечно Просто чем громче, тем больше появляется эхо И не знаю, будет ли это лучше или нет Но вы, если что, подавайте какие-нибудь страшные сигналы Если вам опять будет меня не слышно Смотрите Что мы имеем У нас есть движение Движение — это вещь, которую очень легко изучать в лаборатории Потому что его можно померить Вы можете либо измерить, сколько конкретно люди или животные двигались Либо вы можете заставить их двигаться столько, сколько вам нужно Заданное какое-то количество движений совершать С другой стороны у нас есть интеллект Интеллект померить тоже можно Для этого тоже разработано много разных тестов Вы можете мерить IQ Вы можете давать задания на пространственное мышление На вербальное мышление На все, что угодно И накоплено много-примного данных О том, что эти вещи благоприятно Связаны благоприятным образом Что когда у вас кто-то двигается Даже если у него одна разовая тренировка А тем более, если он у вас постоянно двигается То, будь он человек или животное Он показывает более хорошие интеллектуальные результаты Но посередине между этими объективно наблюдаемыми Измеряемыми штуками Есть загадочный черный ящик Внутри что-то происходит Спорт каким-то образом связан с интеллектом Активная физическая деятельность Каким-то образом связана с интеллектом Каким? На самом деле Черт ее знает Мы сейчас в течение всей лекции Будем пытаться это разбирать Я сначала вас окончательно убежу в том Что какая-то связь есть На самом деле про это правда Есть тысячи исследований Очень-очень много Есть исследования на людях Есть исследования на животных Здесь есть редкая единодушие Здесь прямо вот давно уже нет Никакой научной дискуссии Все метаанализы Все систематические обзоры Все-все-все-все подтверждает Что если у вас люди или животные Занимаются активно физической деятельностью Физической активностью То потом они лучше справляются Практически с любыми тестами на интеллект Которые вы можете им придумать Лучше справляются с заданиями на внимание На рабочую память На долговременную память Особенно в том случае Если тренируются регулярно Демонстрируют лучшие результаты Просто вот прямо во всем Вот тут всего лишь два примера Из огромного множества Выбранные только потому Что у них наглядные картинки Вот это пример про то Как хорошо работает разовая тренировка Вы берете студентов Сажаете их на час на велотренажер На велотренажере они занимаются На 60-70% от своего максимального пульса После этого вы даете им разные тесты На внимание и на рабочую память Даете им например тест струпа Тест струпа это когда у вас слово красный Написано зеленым цветом Или слово синий написано желтым цветом И вы должны называть цвет чернил Которым написано слово Подавляя реакцию первичного стремления И желания просто прочитать то что вы видите В этом тесте люди иногда ошибаются Иногда тормозят И вот они начинают меньше ошибаться И меньше тормозить В том случае если вы заставили их покататься на велике По сравнению с контрольной группой Которая просто сидела и смотрела видео Но правда в том же эксперименте Где изучали разовые тренировки Показали что на долговременную память Разовая тренировка особенно не влияет Что долговременная память То есть возможность воспроизвести Например набор цифр Через 20 минут хотя бы Или через час Или через день После того как вам сказали этот набор цифр Она никак не улучшается от одной тренировки Хотя по-видимому улучшается От большого количества тренировок А вот есть корреляционное исследование С супер-мега-огромной выборкой Здесь был 1 млн 221 727 18-летних призывников Которые в разные годы поступали в армию Швеции А когда вы поступаете в армию Швеции То вас там тестируют много на что Среди прочего вам дают нагрузку на велоэркометре То есть вы сидите и крутите педали велотренажера Вы должны их крутить с фиксированной скоростью 60 оборотов в минуту И при этом постепенные исследователи Увеличивают сопротивление педалей Крутить их становится все тяжелее и тяжелее И оценивается до какого момента Вы становитесь способны Остаетесь способны поддерживать Вот эту постоянную скорость кручения педалей А когда вам на этой физической форме уже не хватает Это такой классический стандартный медицинский способ Ценить тренированность С точки зрения того Насколько вы выдерживаете робные нагрузки И вот если взять всех этих миллион двести тысяч призывников И разделить их на девять групп По тому, насколько далеко они зашли Вот в этом тесте для велоэркометра А потом посмотреть на среднее IQ в каждой группе То в общем вы увидите, что чем больше у людей Физическая выносливость Тем больше у них же в этой группе средний уровень IQ Это касается как теста, который оценивает интеллект в целом Так это касается и отдельных кусочков Логического интеллекта, вербального То есть способности обращаться со словами Подбирать слова и грамматические конструкции Пространственно-зрительного Всякие задачки Типа найти такую же форму, как та форма Которую мы вам показали с другого ракурса И технический интеллигент То есть способность понять Как работает какой-нибудь прибор Чертеж и тому подобное Интересно при этом, что если мы говорим про кардиовыносливость То здесь корреляция более или менее четкая И более или менее линейно все это работает Чем лучше вы развили себе сердечно-судистую систему Тем лучше результаты вы в среднем показываете и в тесте на интеллект Здесь может не быть никакой причинно-следственной связи Может быть какая-то обратная причинно-следственная связь Может быть умные люди развивают себе сердечно-судистую систему Исследования такого рода ничего не говорят о причинно-следственной связи Может быть, просто люди любят есть черешню, и от этого у них одновременно и развивается интеллект, и развивается сердечно-судистая система. Мы не знаем, почему, но корреляция — это повод для того, чтобы обратить внимание на существование этого явления. Одновременно, кстати, эта же штука показала, что в случае с измерением мышечной силы, то есть насколько сильно вы можете, например, потянуть пружину, такой чёткой связи нет, точнее она выходит на плато. То есть пока вы слабенький, то там это работает. Чем сильнее вы становитесь, тем лучше у вас ещё интеллект. А дальше, когда вы уже достаточно сильный, то уже неважно, станете ли вы ещё сильнее, станете ли вы совсем качком, вашему интеллекту это принципиально не поможет. Ну, хорошо, в общем и целом, на основании вот этих исследований, на основании большого количества других исследований и на животных, и на людях, мы можем предполагать, что, наверное, какая-то связь между физической нагрузкой и интеллектом есть. Но как она может работать? Самая очевидная вещь, с которой в первую очередь можно начинать раскапывать этот чёрный ящик, это просто приток крови. Здесь, в принципе, всё абсолютно логично. Когда вы двигаетесь, вашим мышцам нужно больше энергии, нужно больше кислорода, нужно больше глюкозы, и ваш организм эволюционно был настроен таким образом, чтобы в ответ на это увеличивать частоту сердечных сокращений, увеличивать глубину дыхания. И вот это лучшее кровоснабжение, оно идёт не только к мышцам, но и к мозгу, тем более, что, по-видимому, для мозга тоже полезно, когда вы куда-то бежите, получать больше крови и знать, куда вы бежите. И сначала я хотела где-нибудь в этом месте поставить картинку с капитаном очевидность, но потом, когда я стала читать, выяснилось, что там тоже всё не так просто в этих исследованиях, они и технологически довольно трудоёмкие, и, кроме того, связи там не совсем очевидные с первого взгляда. Как можно это измерить? Вот, например, у вас приходит испытуемая, вы сажаете испытуемых на велотренажёр, испытуемые крутят этот велотренажёр, одновременно у них не очень видно, но это у него на лице маска, для того, чтобы измерять, сколько кислорода он вдыхает, сколько выдыхает и какое потребление кислорода у него в минуту в каждый момент нагрузки. И одновременно вы делаете ему доплерографию, вот здесь она увеличена. Это, по сути, ультразвуковое исследование сосудов, то есть вы можете прижимать датчики к разным сосудам и смотреть, в какой момент сколько крови у них в эти сосуды поступает. И вот здесь они смотрят на несколько разных сосудов. Они смотрят вот на что. Во-первых, они смотрят на общую сонную артерию. Общая сонная артерия – это то, что идёт с левой стороны от аорты, с правой стороны опосредованно тоже от аорты. Мы видим, что действительно, чем сильнее повышается физическая нагрузка, вот тут до 80% максимального потребления кислорода, тем больше крови попадает в общую сонную артерию. Но дело в том, что про общую сонную артерию нужно знать, что она на шее разделяется на две веточки. Есть внутренняя сонная артерия – она идёт к мозгу и снабжает кровью мозг. С другой стороны, есть внешняя сонная артерия – она снабжает кровью не мозг, а всё остальное – голову. Она снабжает кровью кожу головы, мышцы лица, язык, челюсти, оболочки черепа. В общем, всё, что угодно, но только не мозг. И вот выясняется, что если мы смотрим отдельно на внутреннюю сонную артерию, вот она здесь, то мы видим, что пока нагрузка повышается из состояния покоя до 40% максимального потребления кислорода, до 60% максимального потребления кислорода, то действительно во внутреннюю сонную артерию идёт всё больше и больше крови. Мозг получает всё больше и больше. Но когда мы доходим до нагрузки в 80% от максимального для вас потребления кислорода, обнаруживается, что внезапно нет. Что в общую сонную артерию по-прежнему идет больше крови, и намного больше крови идет во внешнюю сонную артерию, которая снабжает всякие ткани типа кожи головы. А вот внутренняя сонная артерия начинает получать меньше. Как вы думаете, почему так? У вас уже есть вся необходимая для этого информация? Да, абсолютно верно. Дело в том, что когда вы работаете на пределах близких к вашей максимальной мощности, у вас самой главной проблемой становится, как сделать так, чтобы мозг не перегреть. Потому что мышцы выделяют тепло, когда работают, кровь сама по себе нагревается. Если она у вас нагреется до 45 градусов, то она начнет очень плохо влиять на состояние здоровья всех клеток, которые она омывает. Вам лучше этого ни за что не допустить. Для вас самая главная задача – это именно теплоотведение. Вы максимально обеспечиваете себе приток крови к коже для того, чтобы как можно больше с потом выбрасывать тепла, испарять. И самая ваша главная задача именно в том, чтобы отвести от мозга тепло, именно в том, чтобы он не перегрелся. Поэтому ему крови вы лучше дадите поменьше, а как можно больше крови дадите остальной голове. И всей остальной кожи во всех остальных местах. Можно это посмотреть не только с помощью доплерографии, можно это посмотреть еще с помощью по-английски НИРС – нейроинфраредспектроскопия, по-русски – спектроскопия в ближней инфракрасной области. Это довольно крутой метод. Смысл в том, что вы берете свет на границе между красным светом и инфракрасным светом от 750 нм и выше, и вы этим светом просвечиваете череп. У вас с одной стороны источник света, из которого свет проходит в мозг через череп, а с другой стороны у вас детекторы расставлены вокруг этого источника света, и свет рассеивается, отражаясь от разных нейронов и прочих вещей, которые находятся внутри головы. И какая-то часть света поглощается обратно, и вы можете по сопоставлению разных спектров поглощения в разных ситуациях оценивать, что у вас там в коре головного мозга происходит. Оценивать, в частности, сколько там гемоглобина и какая часть из этого гемоглобина связана с кислородом, а какая часть уже отдала свой кислород, потому что у них немножко разные спектры поглощения. И вот если таким образом посмотреть на лобную кору, на префронтальную кору человека, который одновременно занимается физической активностью, то получается совершенно то же самое. Получается, что пока у нас слабая, средняя или даже тяжелая физическая нагрузка, то количество кислорода, то есть количество окисленного гемоглобина в нашей лобной коре увеличивается. А когда нагрузка становится очень тяжелой, то есть приближается от 80 до 100% максимально возможного потребления кислорода, в этот момент мозгу уже никаких преимуществ нет. В этот момент он уже получает практически настолько же мало кислорода, насколько в состоянии покоя. Таким образом, наука говорит нам, что в тренажерном зале не надо упарываться. Потому что если вы упарываетесь, то ничего хорошего не будет. Вот в этих исследованиях мерили с помощью кислородных масок максимальное потребление кислорода. Вы тоже можете его померить, если вы специально пойдете в спортивную лабораторию. Но в общем и целом, в бытовых целях, можно смотреть просто на максимальную частоту пульса. Высчитываем по простейшей формуле 220 минус ваш возраст. То есть для человека 30 лет, получается, что 190 — это примерно максимальный пульс, на котором он все еще может как-то функционировать и куда-то бежать. И выше он уже не сможет бежать более эффективно, он уже не сможет получать больше кислорода. И вот на этом пульсе 190 для 30-летнего человека его мозгу никакой пользы уже нет вообще. Потому что на пульсе 190 для него самая главная задача — это теплоотведение. И ради теплоотведения отливает кровь даже от мозга. Поэтому если вы будете долго бежать на пульсе 190, то вы будете очень зелененьким. А вот если вы... Ну, правда, в обморок можно упасть. А вот если вы долго бежите, например, на пульсе 160 или 150, такой медленной, спокойной, неспешной трусцой, то тогда мозгу вашему от этого будет польза. Поэтому не нужно пытаться выпендриваться. А то будете как вот эти мышки. Потому что когда мы говорим о том, что спорт улучшает кровоснабжение мозга, там, похоже, речь идет не только о том, что он улучшает его, собственно, в процессе тренировки, а похоже, что он может, в принципе, улучшать кровоснабжение мозга на какой-то долгосрочной перспективе. То есть, в принципе, тренированные люди получают больше крови в мозгу. С одной стороны, это происходит просто потому, что вы тренируете сердце, сердце у вас становится сильнее, оно за каждый удар перегоняет больше крови, этой крови легче преодолевать гравитацию и поступать к вам в голову против силы тяжести. Но с другой стороны, вот эксперименты на животных говорят, что еще и происходит рост новых сосудов. С животными это все изучать легче, потому что их можно заставить тренироваться столько, сколько вы хотите, а потом можно подготовить их к эксперименту и полученную кашицу посмотреть под микроскопом. С людьми так нельзя. Можно, в принципе, под микроскопом посмотреть просто напрямую количество сосудов, но так делают редко, потому что сосуды их сложно окрашивать, они плохо видны, вы можете не получить какой-то объективной картины. Обычно это делают иммуногистохимическими методами, то есть вы знаете, какие белки появляются в мозге в тот момент, когда там растут сосуды, и вы можете сделать антитела к этим белкам и посмотреть потом на то, насколько ярко у вас светятся эти антитела, вы делаете их еще и окрашенными, и таким образом оценить, насколько много этих новых белков появилось. Вот, в частности, в этой связи используют блок ВЕКВ, Vascular Epithelial Cross Factor, Фактор роста эпителия сосудов. Это белок, который умеют выделять всякие разные клетки, в том числе нервные клетки, и глия, в тот момент, когда они хотят больше крови. Да, вот как в Варкрафте, нужно больше золота. В тот момент, когда ваши клетки считают, что они находятся в режиме голодания, они начинают во все стороны посылать молекулу ВЕКВ, и когда она доходит до ближайшего капилляра, то ближайший капилляр воспринимает это как сигнал про то, что ему нужно вот туда отрастить от ветвления для того, чтобы там тоже была кровь. Что он, собственно, и делает. И, с другой стороны, еще один белок, который часто измеряют, называется GLUT1. То есть это глюкоз-транспортер. Транспортер глюкозы типа 1. Это белок, который нужен для того, чтобы глюкозу проводить через стенки кровеносных сосудов в мозг. Вообще кровеносные сосуды от мозга отделены специальным таким гематоэнцефалическим барьером, который фильтрует, что проходит из крови в мозг, что не проходит. Поэтому сложно разрабатывать лекарства для болезней мозга, потому что не всякое из них пройдет через гематоэнцефалический барьер. А вот для того, чтобы глюкоза проходила через него эффективнее, там понатыканы везде специальные белки, которые переносят глюкозу без препятствий через вот этот барьер между кровью и мозгом. И количество этих белков тоже можно померить. И если оно увеличилось, то на этом основании можно сделать вывод, что там стало больше сосудов, чем было у вашей контрольной группы. Вот здесь график из одного конкретного исследования, которое показалось мне забавным. Оно забавное тем, что там мы смотрели на три группы. В одной группе мыши бегали добровольно. Это означает, что у них есть колесо, они в этом колесе сколько хотят, столько и бегают. В другой группе они бегали не добровольно, а они бегали на боковой дорожке. То есть вы сажаете крыс или мышей на боковую дорожку, на боковой дорожке они вынуждены бежать, потому что она куда-то все время идет. И вы можете таким образом контролировать, сколько километров, с какой скоростью они пробежали. Представляете, классная работа у людей, делать боковые дорожки для мышей. Вот реально очень востребованная методика. Ну и вот. А вот это количество того самого белковек, который означает «дайте нам больше золота», «дайте нам больше крови», в гиппокампе, в той самой зоне, связанной с памятью, и в префронтальной коре, зоне, связанной с мышлением абстрактным, с мотивацией, с контролем, со вниманием, со всем, что делает нас людьми, а крыс-крысами, как личностями, как индивидами. И там, и там повышается количество белковек. И забавно здесь то, что оно повышается еще лучше от добровольной нагрузки, чем от недобровольной. То есть, когда крысы бегают в колесе, они, кстати, еще и больше по количеству бегают в колесе в итоге, чем если вы их заставляете. И забавно здесь то, что вот конкретно в этом исследовании и конкретно для девочек получилось, что если девочка бегает добровольно, то количество белковек у нее в префронтальной коре повышается. А если девочка бегает недобровольно, то в префронтальной коре у нее не повышается количество белковек. Поэтому если вы девочка, то вам нужно бегать добровольно. А если вы мальчик, то вас, наверное, можно и в армию отдать. На самом деле не надо, конечно, в армию отдавать. Но вот, по крайней мере, недобровольная физическая активность мальчикам приносит хоть какую-то пользу. А девочкам, судя по этому одному единичному исследованию на крысах, видимо, никакой. Но даже если мы считаем, что физическая активность на постоянной основе повышает кровоснабжение мозгом, то не надо думать, что если вы уже побегали неделю, то вы можете на этом остановиться и успокоиться. К сожалению, эти положительные эффекты довольно быстро теряются. Вот в этой работе было всего 9 испытываемых, но зато каких. Все эти люди были в возрасте старше 50 лет, и по крайней мере последние 29 лет регулярно занимались бегом. По 4 часа в неделю, по крайней мере, бегали, пробегали километров по 50 в неделю. Их нашли в Калифорнии в клубах бегунов. Нашли много таких людей старше 50, которые много бегают. И всех их стали опрашивать, не согласятся ли они ради науки в течение 10 дней не бегать. А вместо этого сидеть у телек и есть печенье. Согласились всего 9 человек. Все остальные сказали, нет, мы не такие, мы продолжим бегать. Ну хорошо, этим 9 людям мы их позвали в лабораторию, им сделали томограмму, им дали всякие тесты на интеллект. Потом они 10 дней сидели и ничего не делали. Потом их опять позвали в лабораторию, опять дали им всякие тесты. Что касается тестов на интеллект, там каких-то радикальных отличий обнаружено не было. Хотите такой же тест, как у них? Одно из заданий было verbal fluency task. То есть тест на способность быстро подбирать достаточное количество слов. Вот я сейчас засеку минуту. А вы загибаете пальцы и вспоминаете как можно больше названий фруктов. Вы же наверняка знаете много фруктов, правда? И посчитайте, сколько фруктов вы за минуту сможете вспомнить. Давайте. Кто хочет похвастаться своими достижениями? 15. Хорошо. 18. Отлично. Круто. 27. Обалдеть. Вот у этих людей, которые участвовали в исследовании, у них, пока они еще бегали, до того, как они ушли на покой на 10 дней, у них было в среднем 19,5 фруктов. Потом, когда они вернулись, у них было в среднем 17,4. Но там, правда, было так, что половине людей давали сначала вспоминать фрукты, а потом во второй раз давали вспоминать животных. Другой половине людей давали сначала вспоминать животных, потом вспоминать фрукты, для того, чтобы им было сложно использовать тот опыт, который у них был 10 дней назад. Вот почему-то разработчики этого теста считают, что вспоминать фрукты и вспоминать животных — это одинаково легко. Мне, конечно, тоже кажется, что животных вспоминать намного легче. Но тот факт, что эти люди были старше 50 лет, это как раз идет им на пользу, потому что, в принципе, известно, что словарный запас увеличивается с возрастом, по крайней мере, у людей, сколько-нибудь читающих. Но, тем не менее, вы наверняка заметили, что эта задача не такая простая, как кажется на первый взгляд, что сначала вам кажется, что вы знаете очень много фруктов, и в первые 15 секунд вы вспоминаете десяток фруктов совершенно спокойно. А потом дальше почему-то фрукты кончаются. А потом, когда вы обладаете свободным временем, для того, чтобы об этом подумать, вы вспоминаете, я же не назвал киви, я же не назвал манго, я же не назвал хурму. Наверняка вы знаете о существовании киви, манго и хурмы, но в условиях ограниченного времени они вам в голову совершенно не пришли. Ну и вот, разница, когда вы сначала называете 19 слов, а потом 17, она, конечно, статистически недостоверная. Но вот что было статистически недостоверно, так это ухудшение кровоснабжения мозга, которое наблюдалось на томограмме. То есть просто существуют томографические методы, которые позволяют посчитать, сколько миллилитров крови в пересчете на единицу веса или объема мозга приливают туда в минуту. И для многих отделов мозга достигли статистической достоверности, даже с поправками на множественные сравнения и на все вот это, на то, что если вы сравниваете много отделов мозга, то где-то вы, конечно, найдете случайным. Но все равно, даже если использовать довольно строгие статистические критерии, все равно нашлось довольно много отделов мозга, для которых достоверно снижалось, 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 снижалось количество крови, которое в них протекало после того, как человек 10 дней просто не занимался спортом, несмотря на то, что вообще-то это был человек очень тренированный и не то, чтобы у него вся физическая форма за 10 дней потерялась окончательно. Отдельно, прицельно они посмотрели на гиппокамп. Вот здесь прямо отмечены точками все испытуемые результаты для каждого конкретного испытуемого до того, как они 10 дней сидели и после того, как они 10 дней сидели. И тоже, в общем, вы видите, что эта средняя линия стала ниже. А гиппокамп — это память, гиппокамп — это важно, поэтому желательно не останавливаться. То есть одна попытка открыть этот черный ящик — это история про кровь. Вот мы занимаемся, вот мы тренируем свою сердечно-судистую систему, вот наш мозг получает больше глюкозы, вот наш мозг получает больше кислорода, и за счет этого, возможно, ему и легче работать. Может быть, дело в этом. С другой стороны, можно копать этот ящик с другой стороны, потому что, когда мы говорим «интеллект», мы подразумеваем нейропластичность. Мы совершенно точно знаем, об этом есть очень много данных, о том, что мозг вообще-то умеет меняться в течение жизни, и о том, что вообще-то любое обучение подразумевает какие-то изменения в функциональном или даже в анатомическом состоянии наших маленьких серых клеточек. Что каждый раз, когда мы осваиваем какой-то навык, то речь идет о том, что нейроны, которые задействованы, в выполнении этого навыка, начинают более эффективно передавать друг к другу сигналы. У них улучшается проводимость между ними в синапсах, и им все легче и легче активироваться вместе по сравнению с тем, чтобы отправлять нервный импульс куда-то по каким-то другим путям. А потом, когда мы этот навык запомнили хорошо, у нас есть прямо анатомические изменения, у нас прямо наросли новые синапсы, то есть вот эти нейроны, вовлеченные в выполнение освоенной нами задачи, они становятся физически более связаны друг с другом, в мозге появляются проторенные дорожки. Про это есть огромное количество прямо томографических исследований, в которых видно, что когда вы учитесь жонглировать, у вас становится толще кора в зонах, связанных с моторно-зрительной координацией. Когда вы изучаете карту Лондона, у вас становится больше серого вещества в гиппокампе, потому что гиппокамп — это память плюс пространственное мышление. Мозг музыканта отличается от мозга человека, не умеющего играть. Мозг сомелье в области обонятельной коры отличается от мозга человека, который не понимает ничего в винах. То есть правда каждый раз, когда мы учимся, у нас могут появляться, может быть, гипотетически, не всегда точно понятно, может быть, у нас могут появляться новые нервные клетки, и совершенно точно у нас могут появляться новые связи между существующими нервными клетками в больших количествах. Такие вещи, понятное дело, используя и следуют главным образом на животных, потому что с животными вы можете сделать много вещей, которые этический комитет вашего университета не разрешит вам сделать с людьми. То есть вот здесь просто картинка, на которой хорошо видно, что у вас две группы животных, одна группа животных занималась спортом, они бегали по дорожке, я могу даже найти вам с какой скоростью как много, по полчаса в день, в течение восьми недель, да, и пять дней в неделю. Вот, соответственно, первый столбик, первый столбик — это те, кто не бегал, контрольная группа, которая сидела в клетке и ничего не делала. Второй столбик — это те, кто бегал в течение восьми недель, и здесь просто красителем метилвиолетового, по-моему. Технические детали исследований всегда сложно запомнить, когда первый раз их рассказываешь. В общем, каким-то фиолетовым красителем были покрашены клетки. И, в принципе, здесь даже просто видно глазами. Вот CA1 и CA3 — это две зоны в кипокампе, а GD — это означает зубчатая извилина, дентат джайрус. Это зона, которая тоже тесно связана с кипокампом, тоже рядышком с ним находится, вместе с ним в комплексе работает. И по ним всем видно, что если вы занимались, восемь недель бегали, то клеток у вас становится больше. Вот это более современное и более красивое по методике исследования. Здесь было очень интересно, потому что ученые смотрели на два фактора одновременно. Они, с одной стороны, смотрели на то, бегают мыши или не бегают. Ну, точнее, одним мышам давали возможность бегать. Если вы ставите в клетку колесо, то мышь бегает. А если вы не ставите в клетку колесо, то мышь не бегает. А потом они смотрели еще на обогащенную среду. То есть у них сначала мыши 10 дней жили в клетках, в которых были или не были колеса для бега, а потом еще 35 дней мыши жили в клетках, где было интересно или в клетках, где было неинтересно. То есть либо у вас клетка, где всякие лабиринты, домики, кольца, ловушки, кормушки хитрые, поилки разные, с разными вкусами, все ужасно интересно. Либо у вас тупость, вот эта вот корыца виварная, одна дни опилки, сверху решетка, ни черта интересного там нет. И, соответственно, у них получились 4 группы животных. Одна группа животных сначала 10 дней бегала, потом еще 35 дней жила в интересной среде, другая группа 10 дней бегала, потом жила в неинтересной среде. Вот здесь STD — это те, кто не бегал, первая часть слова. А дальше STD — это те, кто жил в скучных клетках, а enrichment — это те, кто жил в обогащенных клетках. И, соответственно, бегали и дальше жили в стандартных условиях, и бегали и дальше жили в обогащенных условиях. И получилось, что эти вещи работают аддитивно, что эти вещи друг друга поддерживают. Что, с одной стороны, когда вы бегаете, это способствует, по крайней мере, если бы мышь тому, чтобы у вас появлялись новые нервные клетки. А, с другой стороны, эти новые нервные клетки, они особенно хорошо выживают, в том случае, если они зачем-нибудь нужны. В том случае, если дальше вы попадаете в ситуацию, в которой вам нужно все осматривать и обдумывать, и чему-нибудь учиться. Здесь еще красивые просто методы исследования. Вот здесь мне нужно то самое слово «бромодиоксиридин», которое я пыталась запомнить перед лекцией. Бромодиоксиридин — он аналог тимидина. То есть это вещество, с помощью которого клетка может строить свою ДНК. Она путает его с нашим собственным тимидином. Она его вместо собственного тимидина встраивает в себе в ДНК. И, в принципе, он там нормально работает. Клетка живет себе и исполняет свои функции. Но его отличие в том, что мы можем его потом найти. То есть если вы берете мушь, которая бегала, и в конце ее периода бегания вкалываете ей несколько инъекций вот этого бромодиоксиридина, то дальше, в том случае, если у клетки происходит какое-то деление клеток, стволовых, какое-то появление новых клеток, то тогда, в тот момент, когда клетки делятся, она в них встроит в себя этот бромодиоксиридин, и вы потом сможете его найти с помощью антител. А если клетки не делятся, то тогда, соответственно, этот бромодиоксиридин просто выведется, просто не понадобится, вы его через 35 дней уже не найдете в организме мыши. И еще они смотрели, во-первых, антителак бромодиоксиридину, во-вторых, они смотрели антителак белку, который называется нео-Н, нейронал-нуклеар антиген. Это просто один из множества белков, которые типичны именно для нервных клеток, которые в нервных клетках есть, а вне нервных клеток обычно не встречаются. И, соответственно, вот это общее количество клеток в мозге, конкретно в той самой зубчатой извилине, которые показали, что у них есть присутствие бромодиоксиридина. То есть это общее количество клеток в зубчатой извилине, которые в интересующий вас момент делились, строили себе новую ДНК. Дальше их делят на те, в которых есть еще и белок нео-Н, что означает, что это клетки-нейроны. И на две группки черт знает чего, в котором нету белка нео-Н, значит, наверное, это не нейроны, а какая-нибудь там глея или что-нибудь еще, бог знает что, неважно. Ну, то есть самый большой интерес представляет вот этот столбик. И вы видите, что количество новообразованных клеток, потому что с BRDU это именно новообразованные клетки, те, которые делились. Количество новообразованных клеток, оно все равно есть, но оно оказывается маленьким в том случае, если вы сначала не бегали, а потом еще жили в скучной клетке. Оно оказывается выше в том случае, если вы сначала не бегали, но зато потом жили в интересных условиях. Оно оказывается еще выше в том случае, если вы бегали, но потом все равно ушли жить в скучную клетку. И самым-самым высоким оно оказывается, если вы сначала бегали, а потом жили в интересных условиях, что, по-моему, имеет большой философский смысл. Что касается человеком, то с человеком на самом деле мы точно не знаем, насколько у него образуются новые нервные клетки в тех случаях, когда он бегает. Потому что для этого нужно взять людей, заставить их бегать, потом вколоть им промодиоксиридин, потом посмотреть под микроскопом то, что осталось от их мозга, смешав это с антителами. К сожалению, но к счастью, этический комитет этого никогда не разрешит ни в одном университете, это очень хорошо. Поэтому в случае с людьми вынуждены судить по косвенным данным, по косвенным методикам измерения. Из-за этого постоянно возникают споры на тему того, в какой степени у человека образуются новые клетки в мозге. Про животных точно знаем, что да. Про человека, но в общем и целом на основании совокупности данных предполагаем, что, видимо, тоже да. По крайней мере, в гиппокампе и в желудочках мозга, скорее всего, тоже есть стволовые клетки, которые могут делиться и мигрировать потом в разные места. То есть на основании косвенных данных по-видимому все-таки у человека тоже могут образовываться в каких-то небольших количествах новые нервные клетки, но там нет такой стопроцентной точности, как с животными. И долго еще не будет, пока не появятся какие-то идеальные методы исследования. Но что у человека точно происходит? У человека точно могут расти новые нейронные связи. И очень хорошо, еще и гораздо лучше, чем у крысы. Когда мы чему-то учимся, у нас, может быть, и не появляется новых клеток, но совершенно точно между существующими клетками растут новые синапсы. И этого самого по себе тоже достаточно для того, чтобы какая-то зона мозга, которую вы тренируете, увеличилась настолько сильно, что это прямо видно на томограмме. Таких исследований тоже не очень много, потому что это тоже довольно сложно экспериментально. Взять людей, половину их заставить двигаться, половину заставить не двигаться, потом сделать им еще одну томограмму, посмотреть, изменилось ли серое вещество. По большей части исследования, которые на эту тему есть, это кросс-секционные исследования. То есть те, в которых берут группу людей, которые уже двигались, берут группу людей, которые уже не двигались, один раз делают им томограмму и смотрят, что вроде бы да, в среднем, правда, у тех, кто двигался в разных отделах мозга больше серого вещества. Вот тут есть такой обзор про то, что таких исследований много. Экспериментальных мало, но они, тем не менее, тоже есть. Вот, например, такое. У вас были 59 людей в возрасте старше 60 лет. Все они до момента начала исследования вели сидячую прошивку. Никуда особо не ходили, ездили на машинах, заказывали пиццу на дом, пользовались такси, работали, если работали, на какой-то сидячей работе и так далее. Вы их позвали в лабораторию, вы их всех уговорили заниматься. Сделали им томограмму и случайным образом поделили их на две группы. Одна группа занималась аэробной нагрузкой в течение полугода три раза в неделю. По часу, по-моему. Они ходили по дорожке. Скорость ходьбы определялась тем, чтобы их пульс сначала был не больше 50% от максимального пульса, потом довели постепенно до не больше, чем 70% от максимального пульса. В зависимости от их личных особенностей и тренированностей это могло означать либо быструю ходьбу, либо неспешный бег. Но, во всяком случае, они это делали честно полгода, три раза в неделю, как зайчики. Вторая группа, случайным образом полученная, тоже занималась спортом, но она занималась упражнениями на растяжку. А еще вот некой загадочной вещью, которая называется toning exercise, к сожалению, авторы статьи не конкретизируют. Они просто говорят комплекс упражнений тонических, которые специально разработаны для пожилых людей, не ссылаются или, по крайней мере, мне не удалось обнаружить на какое-нибудь более конкретное его описание. Как я понимаю, тонические упражнения это такие упражнения, в которых у вас дается нагрузка на мышцы, но при этом у вас не увеличивается пульс. То есть для пожилых людей это может выглядеть, допустим, так, что вы встаете в какую-то не самую удобную позу, типа такой, и в ней стоите какое-то время, потом меняете ногу, стоите какое-то время, ногу вашу это усиливает, мышцам это нагрузку дает, но пульс это не увеличивает. И вот выяснилось, что если мы потом посмотрим на томограмму этих людей, то выясняется, что аэробные упражнения правда приводят к изменениям в целом ряде отделов мозга. Ну вот, в частности, изменения, которые прошли строгие критерии статистической достоверности, они наблюдались в передней поясной коре, дополнительной моторной, правой нижней лобной извилинья, левый верхний височный извилинья, по большому счету это означает во всем мозге, который нам нужен. Потому что лобная кора нужна нам для того, чтобы думать, концентрироваться и проявлять внимание. Височная кора нужна нам для того, чтобы работать с памятью, чтобы извлекать из памяти совместно с акампом то, что в ней хранится. Поясная кора нужна нам для того, чтобы принимать решения в условиях неопределенности, анализировать собственную мотивацию, взвешивать за и против. Дополнительная моторная область, по-видимому, тоже нужна не только для того, чтобы координировать движение, планировать, целеполагать, что и куда вы собираетесь сделать, но и для того, чтобы в принципе принимать разные решения. То есть, в общем, много зон ассоциативной коры, которые нужны для большого количества разных задач, оказались увеличившимися, по крайней мере, у этих 59 участников в этом конкретном исследовании. Но, в общем и целом, учитывая, каким огромным массивом опытов на животных это подтверждается, в принципе, мы можем надеяться, что, наверное, это не артефакт исследования, а, наверное, на самом деле так это все и работает. А у нейробиологов ведь как? Говорим нейропластичность, подразумеваем BDNF. Говорим BDNF, подразумеваем нейропластичность. Кто из вас слышал раньше слово BDNF? Ну, уже хороший результат. Я, на самом деле, сама в первый раз совершенно случайно услышала слово BDNF. Мне просто так повезло, что я писала большой научно-популярный текст про лабораторию молекулярной психиатрии, которой этим BDNF как раз и занималась. Это было давным-давно, в 2013 году. Но мне потом BDNF здорово помог в моей личной жизни. Я имею в виду в учебной личной жизни и в карьере учебной. Потому что, когда я поступила в нашу магистратуру в вышке по когнитивной нейробиологии, мне ужасно хотелось, чтобы попасть в студента к Матео Фюрре. Матео Фюрре, он, во-первых, очень красивый, а, во-вторых, он видный специалист по транскраниальной стимуляции. У него, кстати, будет четверг лекция публичная в вышке по транскраниальной стимуляции. Очень вам всем рекомендую. Она будет совместно с Архе. Ну и вот, попасть в студента к Матео это не самая простая задача, потому что, особенно в тот год, когда я поступала, как-то очень это было в моде. Очень большой был конкурс. Все самые амбициозные, самые серьезные, настоящие студенты к ним уперли. И я, в общем, думала, что у меня особо никаких шансов нет. Тем более, что я же честно предупреждала его и любого другого потенциального научного руководителя, что вкладывается в меня в некоторые мысли бесполезно, потому что ученым я не буду. Потому что я закончу магистратуру и все, и продолжу дальше заниматься своей научной журналистикой. У меня вообще другая работа. Я не ученый. И поэтому я не решилась прямо пойти к Матео и сказать, давайте вы меня возьмете диплом писать. А я вместо этого сделала вид, что я как бы хочу с ним просто так поговорить о своих перспективах, о том, в какую бы лабораторию мне пойти. Вот если я такой человек, который хочет книжку написать третью про мозг, а вовсе даже не стать ученым, я пришла к нему просто потусить. И Матео начал рассказывать, чем занимается их лаборатория. Одно, второе, третье, транскрениальная стимуляция. А еще говорит, мы изучаем BDNF. Я говорю, BDNF это который пронирает пластичность? Матео говорит, да. А хочешь, кстати, к нам в лабораторию? Так BDNF спас мне все. Хотя мой диплом с ним вообще никак не связан. Я пошла к Матео, но совершенно другими вещами заниматься. Тем, как формируется память о страхе и о том, что страха больше нет. Вот. А вообще BDNF нужен не только мне, а BDNF нужен всем остальным людям тоже. Потому что, что мы точно знаем? Мы точно знаем, что когда мы говорим о любых изменениях нейронов, говорим ли мы о росте новых нейронов, говорим ли мы об улучшении проводимости синапсов, то есть о самой кратковременной памяти, говорим ли мы о росте новых синапсов, то есть о благовременной памяти. Во всем этом каким-то образом участвует BDNF. Он там в каждой бочке затычка. Это молекула, у которой очень много разных функций, все из которых так или иначе связаны с наращиванием нейропластичности. Еще мы знаем, с BDNF нам так сильно повезло, что BDNF может проникать через гематоэнцефалический барьер и, накопившись в мозге, может в каких-то количествах попадать в плазму крови. Поэтому его можно измерять в плазме крови у живых, здоровых людей и на этом основании делать выводы о том, сколько примерно его в мозге. Благодаря этому есть много экспериментов, в которых показано, что тренировки повышают количество BDNF. Одна тренировка повышает количество BDNF, много тренировок повышает количество BDNF. Это вот те вещи, которые подтверждены во многих исследованиях, подтверждены точно. Есть еще вещи, которые подтверждены не очень точно. там, может быть, дело вообще не в этом. Может быть, так показалось из-за каких-то особенностей выборки, например. Что похоже, что количество BDNF повышается не только из-за робных тренировок, но и из-за силовых тоже. И что похоже, что у мужчин этот процесс работает более хорошо. Скорее всего, потому что BDNF каким-то образом взаимодействует с эстрогеном у женщин. И похоже, что у женщин он работает хорошо и вырабатывается хорошо в те моменты, когда эстрогена много. То есть, например, на середине менструального цикла во время овуляции. И при этом меньше вырабатывается и хуже работает в тот момент, когда эстрогена почему-то нет. Потому что женщина, например, близко к месячным. Или, например, она на таблетках. Или, например, она после климакса. И при этом не принимает гормонозаместительную терапию. И многие исследования, данные в них были получены еще до того, как начали исследовать связь с эстрогеном и BDNF. Поэтому там никто не спрашивал женщин о том, какая у них фаза цикла. Но, видимо, поэтому мог появиться эффект про то, что у женщин вроде бы его меньше. А на самом деле просто надо смотреть, делать поправку на эстроген. Но, как бы там ни было, когда мы говорим о обучении, о том, что физическая активность повышает способности к обучению, память, она, да, повышает память, но только в том случае, если у вас есть BDNF. Вот про это был в 2004 году классический, очень красивый эксперимент, в который вообще начал всю вот эту историю, весь вот этот дальнейший хайп вокруг BDNF. Смысл его вот в чем. Вот у вас есть четыре группы крыс. Одна группа крыс у вас бегает, и при этом вы вкололи ей в мозг плацебо. Вторая группа крыс у вас бегает, и при этом вы вкололи ей в мозг вещества, которые блокируют BDNF. Вещества, которые иммунохимически с ним связываются, антитела к BDNF, которые блокируют его и мешают ему работать. Третья группа у вас не двигается, и вы в мозг вкололи плацебо. И четвертая группа у вас тоже не двигается, и при этом вы в мозг вкололи вещества, блокирующие BDNF. Некоторое время они у вас бегают, на самом деле всего неделю они бегают, потому что показано, что недели вполне достаточно для того, чтобы уже начались какие-то биохимические изменения в мозге. Всего неделю они бегают, а потом вы начинаете их тестировать в водном лабиринте Морриса. Водный лабиринт — это такая штука, что у вас стоит такая большая-большая кастрюля с водой, и в этой большой-большой кастрюле с водой где-то есть под водой платформа, на которую можно встать. Она как раз так рассчитана, что по высоте роста мышки, то есть мышка может на нее встать и встать четырьмя лапами, дышать спокойно и никуда не плавать. Мышки плавать не любят. Мышка, если находит эту платформу, она на ней стоит и никуда не ходит. Крысы тоже. Но дело в том, что эта платформа закрыта водой, и с поверхности мышка ее не видит. И поэтому мышка вынуждена у вас поди кастрюли долго-долго-долго плавать наугад, до тех пор, пока она случайно не нащупает эту платформу. И дальше на следующий день вы сажаете мышь в ту же самую кастрюлю с водой, в которой по-прежнему на том же самом месте находится платформа. И мышь может помнить, что платформа где-то уже есть, и кроме того, она может примерно помнить, где платформа. Потому что представьте себе, что, например, вы мышь, вы можете поднимать голову и смотреть на вот эти вещи вокруг. И вы, например, помните, что нужно идти к флипчарту, что где-то в районе флипчарта у вас была платформа. Вы осматриваетесь вокруг, вы понимаете, в каком направлении флипчарт, и вы быстро, радостно плывете туда. И, соответственно, это классический тест на память у животных, потому что вы можете оценивать, сколько времени занимает у мыши найти платформу. То есть она может, например, поплыть куда-то в район флипчарта, но там еще не помнить точно где, и крутиться там какое-то время. Она может вообще не помнить, куда надо плыть, она может перепутать флипчарт с колонной. И вот способ того, в какой степени у мыши хорошо работает долговременная память, это вот как раз водный лабиринт. И вот мы видим. Это то, сколько времени нужно мыши, чтобы добраться до лабиринта. На пятый день обучения мыши, которые вы посадили в другой конец кастрюли, достаточно 10 секунд для того, чтобы доплыть до платформы. В том случае, если это хорошо обучаемая мышь. А хорошо обучаемая мышь, это если, во-первых, она всю прошлую неделю бегала, а во-вторых, если у нее работает BDNF. А вот во всех остальных случаях, если мышь не бегала. Если мышь бегала, но при этом вы вкололи ей блокатор BDNF, а если мышь не бегала, то независимо от того, вкололи ли вы ей блокатор BDNF или вкололи ли вы ей плацебо, Во всех этих случаях на этот день тренировки мыши по-прежнему нужно больше 20 секунд для того, чтобы добраться до платформы. Тоже нормальный результат, но все-таки отличия есть. И вот в этой же работе, которая, в принципе, первой показала, что BDNF критически важен для обучения и что положительные эффекты спорта, скорее всего, опосредованы именно BDNF, в ней же была вот такая вот схема, которая показывает нам некоторую часть всех вот этих вот молекулярных эффектов BDNF. С одной стороны, он действует на нейромедиаторы, вот на то, чтобы у вас производилось и вырабатывалось больше култомата, для того, чтобы он действовал дальше в синапсе на рецепторы, с другой стороны синапса. С другой стороны, он действует на молекулу NMDA. А кто-нибудь здесь был на моей лекции про память? Некоторые люди были. Вот я вам втирала про молекулу NMDA. Это такая важная молекула памяти. Это рецептор, который умеет фиксировать, что события произошли одновременно, какие-нибудь два события. То событие, информация о котором пришла с этой стороны, и то событие, информация о котором пришла с этой стороны. Для того, чтобы запомнить, что они произошли одновременно, и сформировать ассоциацию между ними, вам нужен вот этот рецептор NMDA, поэтому он важен для памяти. Когда вы слышите песенку попсовую из ларька и одновременно гуляете с мальчиком, то если у вас проассоциировались мальчик и песенка, то это именно потому, что рецептор NMDA с одной стороны обработал информацию о мальчике, а с другой стороны обработал информацию о памяти, о песенке, потому что они одновременно произошли. И рецептор NMDA помогает молекулы BDNF делать. Это все. Столько красивых слов, правда. И еще одна вещь, еще одно красивое слово в том, что BDNF способствует выработке белка Креп, а белок Креп — это такой модный белок, который связан с ростом новых синапсов. Вот когда он у вас в ядре считывается, начинает синтезироваться, то значит речь идет о том, что скоро будут какие-нибудь новые синапсы расти. Но самое интересное во всей этой красивой картине — это вот это. Потому что упражнение. что-то BDNF. Вот упражнение, а вот BDNF. Мы позанимались, что-то загадочное в середине произошло, вырос BDNF, и дальше все понятно. Дальше все понятно, BDNF работает, действует на NMDA, действует на Креп, действует на нейромедиатор, и все хорошо. Но почему? Почему, когда мы занимаемся упражнениями, у нас внезапно увеличивается количество BDNF? И вообще, что еще происходит в этом черном ящике? Не то, чтобы там дальше вообще ничего не было известно. Исследований-то, в принципе, происходит очень много. Исследования говорят много всего разного. В общем-то, какую бы особенность биохимии мозга вы бы не взяли, если вы возьмете две группы животных, одна из которых занимается, а другая из них не занимается, и посмотрите на вот эту вашу любимую особенность биохимии мозга, то вы увидите, что эта особенность биохимии мозга каким-то образом улучшается, благодаря тому, что у вас животные позанимались. Упражнения делают с мозгом миллион всего на биохимическом уровне. Они способствуют появлению инсуиноподобного фактора роста. Они способствуют изменению уровня синтеза целой кучи разных новых белков. Они способствуют изменению синтеза нейромедиаторов. Почему они это делают? Может быть, это как-то тупо связано с кровью. Может быть, просто крови стало больше, мозг смог перейти в какое-то идеальное биохимическое состояние. Может быть, это как-то напрямую, прямолинейно работает внутри мозга. Может быть, он у вас тупо понимает, что вот мы бегаем, и без вашего контроля отдает всем своим соседним отделам команды про то, что, слушайте, раз мы тут бегаем, давайте увеличим выработку BDNF. Может, он им просто по нервному импульсу такой сигнал отправляет. Может быть, происходит еще какая-то странная вещь. Я довольно много дней потратила на перерывание и перечитывание всяких разных обзоров про то, почему спорт, черт возьми, полезен для мозга. И как-то вот они все очень изящно обходят молчанием вот это вот место. Они говорят, ну вот спорт полезен для мозга, потому что улучшение кровоснабжения. Они говорят, ну вот спорт полезен для мозга, потому что BDNF. Самые продвинутые говорят, ну вот спорт полезен для мозга, потому что улучшение кровоснабжения и потому что BDNF. Ну, спасибо, Кэп. то есть на самом деле я не знаю, может быть на самом деле кому-то все понятно но я более или менее уверена в том, что это не массовое все понятно, не мейнстримное, не общепризнанное в науке, потому что если бы оно было в науке мейнстримным и общепризнанным то я надеюсь, что хоть какие-то из тех обзоров, которые я перечитала, на него бы как-то ссылались и как-то его упоминали я не гарантирую, что здесь ничего не известно но оно не лежит на поверхности если вы просто популяризатор науки даже с еще незащищенным магистрским дипломом но правда Матео все одобряет то вы не знаете почему, черт возьми, спорт полезен для мозга но, по крайней мере, вы более или менее уверены что спорт для мозга точно полезен вот на этом уровне данных много то есть мы, с одной стороны можем понять, как это могло формироваться в ходе эволюции те, кто знают, куда бегать, выживают лучше чем те, кто не знает, куда бегать поэтому было бы логично, когда вы бегаете увеличивать способность понимать, куда вы бегаете мы понимаем мы наблюдаем сам факт мы в этот черный ящик закапываемся с разных сторон да, можно изучать кровоснабжение да, можно изучать BDNF этот черный ящик там точно есть еще где покопаться приходите в прекрасную магистратуру вышки по когнитивной нейробиологии будьте копаться сами что мы еще под занавес в качестве take-home месседжей и практических советов можем сказать во-первых, в принципе, упражнения полезны для всех но при этом, когда происходят большие исследования о том, насколько упражнения полезны для детей то там результаты какие-то такие неуверенные ну, типа, говорят вот мы можем ввести в школе дополнительный час физкультуры этот дополнительный час физкультуры правда улучшит внимание и память детей правда поможет им лучше запоминать математику но, с другой стороны, мы этот дополнительный час физкультуры откусим от математики потому что у нас есть образовательные стандарты в которых мы не можем оставить ребенка в школе на весь день, на все 14 часов ну, и мы выйдем примерно в ноль то есть, с одной стороны, спорт сделал, чтобы мы учились лучше с другой стороны, мы на этот спорт потратили время которое можно было бы потратить на то, чтобы учиться с детьми какой-то ясной разницы нету занимаются они спортом дополнительно или нет но с высокой долей вероятности это связано с тем, что называется цейлинг-эффект эффект потолка с тем, что дети, в принципе, и так много бегают что дети, в принципе, и так много прыгают и что дети, в принципе, в среднем и так получают достаточно нагрузки для того, чтобы какая-то дополнительная нагрузка уже не принесла каких-то принципиально радикальных прорывных преимуществ вот что касается пожилых людей то с пожилыми людьми результаты гораздо более четкие и однозначные пожилым людям спорт полезен примерно для всего он откладывает наступление старческой деменции откладывает наступление болезни Альцгеймера и улучшает выполнение примерно любых интеллектуальных задач на довольно мощный уровень вот это систематический обзор 18 исследований в которых все задания, которые давали людям группировали на 4 группы и, соответственно, сравнивали тех, кто не занимался спортом с теми, кто занимался спортом в течение какого-то времени то, что называется executive, исполнительное задание это те, где вы должны внимательно смотреть на то, что вы делаете для того, чтобы нажать на правильную кнопку вот, например, фланговая задача Эриксона в которой вы должны определить, в какую сторону направлена центральная стрелочка а у вас могут быть другие стрелочки, которые вам подсказывают или другие стрелочки, которые вас, наоборот, сбивают с толку и вот в первом, в верхнем случае выполнить это задание сложнее и вы с ним справляетесь лучше в том случае, если вы пожилой человек, который занимается спортом чем если вы пожилой человек, который не занимается спортом Вторая группа заданий, которую авторы выделили это исследование на контроль за своими действиями то есть, ну, просто, допустим, вам показывают букву А или Б вы должны нажать на правую кнопку, если А на левую кнопку, если Б ничего сложного в этом нет но можно оценивать скорость реакции можно оценивать количество случайных ошибок в тот момент, когда вы долго уже делаете такое упражнение Третья группа — это пространственное визовое, зрительно-пространственное задание это, допустим, такая задача в которой вам показывают сначала картиночку а потом через короткое время показывают четыре других и вы должны выбрать, какая из них такая же, которую вам показали и последнее — это просто задание на скорость просто видите вспышку света, нажимаете кнопку видите вспышку, нажимаете кнопку оценивается, как быстро вы нажимаете кнопку и вот для всех таких заданий, если вы пожилые люди прямо суперпрорывное улучшение происходит в том случае если вы начали подвергаться какой-то робной нагрузке при этом, скорее всего, речь не идет никогда ни о каких спортивных подвигах речь идет о том, чтобы просто, в принципе, встать с дивана и дойти до магазина вот реально потому что вот эта картинка, она не про спорт эта картинка, она вообще про продолжительность жизни это такое большое-большое было исследование на четырехсот с лишним тысячах человек в котором считали относительную смертность в зависимости от количества минут которые в день человек ходит и показали, что 15 минут физической активности в день например, ходьбы в том темпе, который немножко увеличивает вам пульс относительно быстро увеличивает вашу ожидаемую продолжительность жизни на три года или, другими словами, в моменте, в какой-то конкретный промежуток времени ваш шанс умереть на 14% меньше если вы ходите хотя бы 15 минут по сравнению с теми, кто в это же время, в этом же возрасте не ходит в течение 15 минут дальше дополнительные 15 минут, еще 15 минут, еще 15 минут и так далее они, в принципе, тоже приносят пользу но вот график такой, он замедляется то есть самая огромная разница между тем, чтобы не ходить вообще и тем, чтобы ходить 15 минут в день если вы не ходите вообще, то это очень плохо если вы ходите 20 минут или 30 то если вы ходите 30, то все равно немножко постровее но там уже какой-то принципиальной такой разницы нет и действительно, речь не идет еще раз о том, чтобы упарываться речь идет о том, чтобы хотя бы ходить то есть, скажем, вот это другое большое исследование тоже десятки тысяч человек это Necess Health Study, исследование здоровья медсестер это такое большое-большое-большое-большое американское кокортное исследование в котором в течение десятков лет наблюдали за группой медсестер большой и тестировали их по всем параметрам и очень большое количество вещей которые мы, в принципе, знаем про здоровый образ жизни и про еду, и про курение, и про сон, и про все что угодно проистекают своими корнями именно из вот этих нескольких десятков тысяч медсестер за которыми следили много-много-много лет оценивая все-все-все и вот среди прочего там было одно из подисследований о том, что если люди одного и того же возраста и одного и того же состояния здоровья то есть дело не в том, что они больны и поэтому не ходят дело в том, что они не ходят, потому что не хотят одни хотят, вторые не хотят и вот те, кто ходит медленно-медленно по-моему, со скоростью 4 км в час те, кто ходят со скоростью 4 км в час в течение хотя бы 3 часов в неделю они уже практически на треть лучше справляются с заданиями на внимание и память чем те, кто не ходит пешком ходят так меньше 40 минут в неделю поэтому, если вы думаете о том, как провести лето так, чтобы принести пользу обществу и в частности так, чтобы принести пользу вашим родителям или вашим бабушкам то лучшее, что вы можете с ними делать это поставить им покемонов и научить их в этих покемонов играть вот, между прочим конкретная женщина из Сингапура Танна Кью вот у нее, смотрите, велосипед она хочет более эффективно высиживать яйца покемонские а для этого нужно проходить километры поэтому она освоила велосипед сделала вот сюда, прикрепила свой телефон и говорит, что уже поймала всех покемонов в Сингапуре и вот она все правильно делает у покемонов, между прочим, если вы не в курсе вышел недавно новый апдейт там теперь квесты есть там вообще-то интересно не только для бабушек но бабушкам это еще и особенно критично для здоровья хотя, впрочем, нам с вами, по-видимому, тоже не помешает если вы не ходите гулять совсем то оставьте себе тоже покемонов ну или хотя бы просто... официально, к сожалению, нет к сожалению, приходится пиратить но мне кажется, что совесть перед компанией Нинтендо менее важна, чем здоровье вашей бабушки то есть, что мы имеем с Куся на основании тех научных работ, про которые я вам говорила мы имеем с Куся, во-первых, что не нужно маньячить что когда вы бежите больше, чем на 80% вашего максимального пульса то с точки зрения вашего здоровья мозга для мозга уже никакой пользы нет для того, чтобы спросить калории да, польза все еще есть а для мозга уже бесполезно будет намного лучше и полезнее для вас если вы пробежите немножко подольше но при этом на менее высоком пульсе если вы стесняетесь перед людьми на других боковых дорожках передавайте им, что нейробиология в моем лице разрешает и что это они сами дураки во-вторых, важно не переставать двигаться пускай вы двигаетесь совсем чуть-чуть но желательно делать это несколько раз в неделю всегда всегда всю оставшуюся жизнь, понимаете? потому что как только вы перестанете немедленно все те положительные свойства для краснодержания мозга, которые вы приобрели потеряются довольно быстро кроме того, двигаться важно всем но на практике в публиционных исследованиях мы видим, что чем люди старше, тем меньше они в среднем двигаются поэтому им нужно особенно внимательно к этому относиться и, по-видимому, кардио работает лучше, чем силовые с силовыми история темная то ли они повышают BDNF, то ли нет к росту серого вещества заметному они не ведут к росту кровоснабжения мозга, по-видимому, тоже не очень то есть силовые, они хороши для того, чтобы вы были фитоняшкой и красоткой а если вы хотите брать интеллектом тогда важнее кардио сейчас осталось две минуты и смотрите, что вообще здесь глобально важно глобально примерно все проблемы человечества проистекают из того, что мы эволюционировали совершенно не в тех условиях, в которых мы сейчас живем мы эволюционировали в условиях, когда не было научного метода поэтому мы были склонны верить в разовое свидетельство, потому что ничего лучше все равно не было поэтому теперь мы считаем, что если мы съели крышок и выстрелили от гриппа, значит этот крышок волшебная лекарта мы эволюционировали в условиях, когда не было еды и когда, если вы нашли гамбургер, вы должны были обязательно его съесть если вы нашли еще гамбургер, вы должны были еще обязательно его съесть если вы нашли третий, вы должны были тем более его обязательно съесть потому что потом не будет и в итоге у нас сейчас 2 миллиарда человек практически страдают от лишнего веса И всего тоже много, но меньше 1 миллиарда страдает от недоедания. Причем не столько по калориям, сколько по белку и витаминам. И мы эволюционировали в условиях, в которых мы были вынуждены так или иначе двигаться. И в общем и целом, хардвер, наша анатомия, наша физиология заточены под условия, в которых мы двигались. И, по-видимому, начинает прохлеть в тех условиях, когда мы двигаться перестали, потому что у нас есть Яндекс.Такси и доставка пиццы. И вот на этом слайде, этот слайд напоминает нам о том, что география похожа на машину времени. Что какие-то вещи, какие-то культурные, социальные, экономические, медицинские преобразования, они сначала возникают в одних странах, более развитых и более богатых, а потом постепенно распространяются на все остальные страны. И на сегодняшний день мы видим, что существует разница между ведущими причинами смерти в богатых странах и в бедных странах. В бедных странах у нас в каком-то смысле все еще XIX век с нашей точки зрения. В том смысле, что там нет хорошей чистой воды, нет доступных антибиотиков и прочей доступной медицины. И в бедном, в третьем мире вы все еще можете умереть от инфекций, так же, как мы могли на протяжении всей истории человечества. Вы можете умереть от диареи, от респираторных заболеваний, от ВИЧ, от всяких таких проблем. Что касается западных стран, и, в общем, по этому критерию Россия к ним относится, особенно если у вас есть медицинский полис или деньги на платную медицину, у нас подавляющее большинство случаев смерти связано с тем, что мы сами дураки. Продолжительность нашей жизни очень сильно зависит от того, есть ли у нас лишний вес или нет, от того, курим мы или нет, от того, высыпаемся мы или нет, от того, двигаемся мы или нет. Примерно 20-30 лет нашей жизни зависит исключительно от того, есть ли у нас сила воли на то, чтобы вести более или менее здоровый образ жизни. И, наверное, хорошее новость в том, что это лучше, чем просто умереть от диареи. Спасибо. Так, для вопроса поднимите руки, у кого они есть. Смотри, я думаю, план такой, что давай отпустим домой тех, кто хочет пойти гулять немедленно. Если кто-то хочет воспользоваться возможностью погулять в такую прекрасную погоду и прожить подольше, то давайте тогда, наверное, сделаем перерыв, после чего Ась сможет ответить на вопросы. Ну, можем перерывы и не делать, если у нас зал до шести. У нас полчаса на вопросы, получается, осталось. В общем, поднимите руки, у кого есть вопрос. Здравствуйте. У меня первый вопрос про то, вот когда нам показывали исследования промышек, которым вкалывали блокатор BDNF и плацебо. Плацебо, а какой там примерно объем выборок, так сказать, то есть это вот, не помните сходу? Десятки. То есть каждая группа по десятке мышек, ну там несколько десятков мышек. Да. Вот, и второй вопрос, линейно ли нас зависит, ну вот вы нам рассказывали то, что там исследовали людей на 80% максимального потребления кислорода, можно ли линейно это экстраполировать на пульс? То есть если мы скажем, ну, растет ли линейно пульс при росте потребления кислорода? То есть вот вы нам говорите то, что вот упарываться не нужно, это логично, но соответствует, скажем, 80% максимального пульса, 80% максимальной мощности по кислороду. Ну, смотрите, экстраполировать можно, но очень приблизительно. То есть если вы хотите точно-точно, тогда нужно идти в лабораторию и мерить ваше потребление кислорода в масле. И тогда уже узнавать, например, что, типа, для меня 80% кислорода – это там какой-то пульс. Да, то есть индивидуально, конечно, надо прямо к спортивному врачу идти. Очень условно мы можем считать, что максимально нормальный пульс – это 220 минус отраст, и условно вот это близко к максимальному потреблению кислорода. И вот условно до такого пульса доходить не надо, но это все приблизительные вещи, то есть, ну, так, знаете, rule of thumb – метод пальца, то есть примерно так, но достаточно примерно для того, чтобы мы могли быть уверены, что на пульсе 150 заниматься полезнее, чем на пульсе 190. Ася, привет, ты супер, спасибо за лекцию. У меня такой вопрос простой. А если, например, я много сижу, но при этом дергаю ногами постоянно, как нервный псих, очень быстро, это как не вспомогает или нет? Это лучше, чем просто сидеть. То есть, в общем и целом, любое движение в долгосрочной перспективе способствует увеличению пульса, но можете попробовать померить, увеличивается ли у вас пульс от того, чтобы дергать ногами. На самом деле, действительно, вот по мере того, как накапливаются эти исследования, всякие передовые работодатели все больше и больше обсуждают, что неплохо бы заводить в офисах боковые дорожки или там велотренажеры, неплохо бы делать так, чтобы люди могли как-то одновременно работать за компьютером и при этом куда-нибудь идти или там на совещаниях хотя бы, чтобы они проводили совещания, шагая по боковой дорожке. То есть, все это полезно. Может быть, вам имеет смысл, правда, под столом смастерить педали для того, чтобы дергать ногами в каком-то ритме конкретном и постоянном. Это будет хорошо, это будет лучше, чем просто сидеть. И еще такой вопрос. Например, если мой друг сидел в душном офисе, не двигаясь примерно три года, есть ли у него шанс опять начать соображать или последствия необратимы? Да, пока человек живой, пока человек живой, шансы есть. Человеческий организм довольно хорошо способен преодолевать последствия. То есть, он может восстановиться или он может быть просто чуть-чуть лучше, чем он уже сейчас есть тупой? Он перестал соображать? Нормально. То есть, например, в школе ты лучше соображаешься, быстрее учишься, а потом, когда ты сидишь долго, ты все уже, твой интеллектуальный уровень становится ниже и способен к обучению. Ну, смотрите, пока он живой, все можно поправить. Ваша задача как друга каждый день в течение часа ходить с ним гулять на его пульсе 150. И последний вопрос, тоже простой. Сделал бы Хокинг еще больше открытий, если бы бегал по утрам? По-видимому, да. То есть, Стивен Хокинг — это как раз очень хороший пример того, что величие человеческого интеллекта способно преодолевать даже абсолютно чудовищно, невероятно неблагоприятные условия. И да, конечно, даже если мы не берем Стивена Хокинга, а берем какие-то более мягкие варианты, конечно, человек, который сидит, не двигается, может по-прежнему быть умным. Но на основании того, что мы знаем по накоплению информации, мы можем предполагать, что если бы он при этом еще и двигался, то он мог бы еще большего достичь. В том случае, если у него была бы такая возможность. У меня вопрос по исследованиям, которые... Только я вас не вижу, помашите. Я пытаюсь сделать так, чтобы вы меня увидели, но мне несколько трудно. Колонна стоит прямо передо мной. Добрый день. У меня вопрос по технике исследования, когда мышкам кололи антитилаг БДНФ и плацебо. Нафига им кололи плацебо? Ну, то есть у мышки же нет сознания. Плацебо, оно же как психогенные болезни может в 30% случаев вылечивать. Руку лишнюю оно не поможет отрастить? Смотрите, у мышки не до такой степени нет сознания. Смысл здесь в том, что если вы одним мышкам живым что-то вкололи в мозг, а других мышек не стали трогать, то как минимум у одних мышек был стресс, а у вторых мышек не было стресса. И вы не можете объяснять, связаны ли вот эти эффекты, связанные с памятью, с тем, что как-то подействовало то вещество, там, блокады РБДНФ, которые вы думали. Или, может быть, просто с тем, что что-то изменилось от того, что мышка испугалась, пока ей кололи укол в мозг. Ну и там в качестве плацебо использовался цитохромцем. Это вообще полезная такая молекула, которая участвует в работе дыхательной цепи, но просто ее у нас и так всегда достаточно, поэтому считается, что ее дополнительное количество ни к какой пользе не приведут, а просто мозг не будет их использовать, просто их выведет. Получается, что еще один вопрос того, что могло измениться, это то, что в мозге появилась какая-то загадочная фигня. Может быть, мозг просто перестраивает всю свою работу от того, что в нем появилась какая-то загадочная фигня, которую он должен куда-то утилизировать. И тогда желательно, чтобы у вас появились фигни загадочные в мозге у всех, потому что в противном случае, опять же, вы не знаете, это потому что заблокировали бы ДНФ или потому что в мозге не появилось ничего нового, ему не понадобилось это как-то утилизировать. Здравствуйте. Мне немножко неудобно сказать. Спасибо большое за лекцию. И появился такой вопрос. Скайпо – наиболее эффективный вид спорта для повышения эффективности нашего мышления – это бег. И бег не спринтами, а бег стабильный. То есть это стабильная нагрузка на длительных дистанциях по времени одинаковая. И у меня такой вопрос. А что по другим видам деятельности? Что по тому же самому бегу, который в виде спринта? То есть если мы берем футбол, где у них постоянная физическая ровная нагрузка, но она идет отрывками. Что о единоборствах или о других видах спорта? Смотрите, вот здесь на самом деле пока не супер много информации накоплено. Потому что, как мы уже говорили на мышах, с одной стороны на развитие мозга влияет активность физическая, с другой стороны влияет обогащение среды, то есть необходимость перерабатывать какую-то новую информацию. И поэтому в исследованиях на людях обычно стараются как раз минимизировать то количество информации, которое люди перерабатывают в ходе нагрузки. Поэтому как раз дают им либо просто боковую дорожку, либо просто велотренажер. То есть смысл в том, чтобы они делали то, что они уже и так умеют, чтобы они не учились ничему новому в этот момент. И таким образом можно было посмотреть просто отдельно, чисто саму физическую нагрузку. В случае с любыми другими более сложными видами спорта, там благотворные эффекты, по-видимому, еще выше. В том случае, если вы одновременно еще и осваиваете какие-то движения, ну там танцы или плавание по правильной технике или батут, это все, конечно, полезно еще и потому, что мозг получает именно интеллектуальную нагрузку. Но в общем и целом пока что понятные вещи – это только на уровне, что хорошо то, от чего увеличивается пульс. Но и так предполагается более или менее условно, по косвенным данным, что, наверное, лучше, чтобы пульс увеличивался хотя бы минут на 10 за раз, что, скорее всего, от этого больше пользы, потому что запускаются всякие там метаболические истории, типа той же самой выработки век белка, нужного для роста эпителия. Скорее всего, для этого нужно не меньше 10 минут подряд получать повышенный пульс для того, чтобы эти биохимические процессы успели раскрутиться. Но, скорее всего, когда у вас футбол, вы таки пребываете больше, чем 10 минут в состоянии повышенного пульса, просто он становится то чуть повыше, то чуть пониже. В случае спринта спринт, скорее всего, не суперполезен именно в этих проблем с теплоотведением, с тем, что очень быстро кровь переходит из внутренней сонной артерии во внешнюю сонную артерию. Но, в общем и целом, пока что известно это на уровне, что полезен примерно любой спорт, при этом, скорее всего, робный больше, чем иноэробный, и без мегасупернагрузок больше полезен, чем с мегасупернагрузками. А скажите, пожалуйста, проводились такие исследования, допустим, для, вот мы сейчас говорим о динамических нагрузках, движениях, а вот что-то типа статической, типа йоги? Ну, всякие статические нагрузки, они тоже полезны, но, скорее всего, не столько для мозга, сколько для опорно-двигательного аппарата. Вот про это был пример. Помните исследование, в котором половина пожилых людей занималась растяжкой и тоническими упражнениями, а половина пожилых людей занималась бегом, и с точки зрения снимков томографических получилось, что бегом и ходьбой заниматься более полезно. То есть заниматься силовыми или растяжкой, или йогой, или чем-то таким, это полезно, но это больше полезно для здоровья мышц и суставов, чем, по-видимому, для кровоснабжения мозга. — Вопрос. Когда лучше заниматься спортом? Утром или вечером? И что полезнее, вспоминая прошлую лекцию, на которой я был, полчаса сна или полчаса бега? — Полчаса сна полезнее. То есть наука нейробиология говорит нам, что самое лучшее, что вы можете сделать со своим мозгом — это поспать, на втором месте подвигаться, на третьем месте чему-нибудь поучиться. И, в общем, все. В этом исчерпывается список полезных для мозга занятий. Поспать полезнее, но если мы говорим о людях, у которых есть какой-то недостаток сна. То есть крайне желательно, конечно, и спать и двигаться, но недостаток сна, по-видимому, более остро и тяжело отражается на здоровье мозга, чем недостаток движения. Но здесь важно еще и то, что для того, чтобы движения было хоть сколько-то достаточно, в общем-то, ну, вы же не можете спать все равно 24 часа в сутки. Если в оставшиеся часы вы хотя бы 15 минут куда-нибудь пойдете быстрым шагом, ну, а лучше полчаса, то это будет уже окей. Но если именно выбор между пробежкой и спать, тогда спать, но все равно попробовать сделать свою жизнь так, чтобы хватило времени и на то, и на другое. А по поводу того, в какое время суток заниматься, здесь принципиально никакой разницы нет. Это индивидуальная история. Когда вам комфортнее, тогда заниматься. Привет. А у меня самоглубой вопрос возник, потому что я так не услышал. А что для нас, естественным потреблением жизни, является блокиратором БДНФ? Где мы можем пойти не так? Думаю, что ничего. Его специально на лаборатории сделать специально неудачно. То есть фактически там ни образ жизни, ни питания не могут присутствовать к тому, что выработка БДНФ уменьшится? Ну, по крайней мере, я не встречалась с какими-то такими историями. Если бы это была большая опасность, скорее всего, она бы где-то упоминалась в обзорах при БДНФ. Понятно. То есть если никто насильный, у нас блокиратор БДНФ не в коле, то, в принципе, у нас у всех есть шанс. Ну, смотрите, мы можем быть уверены, что у нас у всех точно есть БДНФ, что у нас у всех он точно вырабатывается. Вы вот, по крайней мере, смогли выучить, какой адрес этой лекции, смогли даже что-то из нее запомнить. Если бы у вас не было БДНФ, то вы бы совершенно точно не смогли бы этого сделать. Поэтому вы не съели ничего такого, что блокирует БДНФ. Окей. И микровопрос еще. В рейтинге причин смерти там на четвертом месте Альцгеймер. Вот как бы в призме текущей лекции. Почему он там? В призме текущей лекции он там, потому что западные жители, ну, во-первых, потому что они до него доживают, да, очевидным образом. То есть список западных причин смерти обусловлен тем, что раньше до этого не доживали, а теперь до этого доживают. А во-вторых, в контексте лекции, в принципе, правда, есть исследование о том, что, по-видимому, те, кто занимался физической активностью, они не то чтобы совсем не подвержены Альцгеймеру, но немножко позже он у них развивается, немножко медленнее он у них развивается. Я вот видела когортное исследование, в котором смотрели на то, каким спортом и сколько занимались люди давно, когда им было 40-50 лет. А Альцгеймер у них начинался уже там в 70-80-90. И выяснилось, что те, кто в свои 40-50 два-три раза в неделю занимался каким-нибудь альцгеймером спортом, те в среднем, по-моему, на три года позже разрабатывают, получают себя Альцгеймера в том случае, если они к нему в принципе предрасположены, если у них в принципе начинался. Причем, по-видимому, эти положительные эффекты спорта, говорит то исследование, были еще сильнее для тех, кто генетически предрасположен к Альцгеймеру, что им было особенно важно двигаться для того, чтобы хоть немножко его отложить. Спасибо. Причем они делали это, посмотрите, за 20-30 лет до того, как он проявился. Скажите, пожалуйста, вот ключевая фраза «поднять пульс». Это прослучало внутри лекции. А вопрос, если я подниму пульс, например, вколов себе адреналин, это считается или нет? Ведь биохимия немножко разная там. Смотрите, да, хороший вопрос. По-видимому, не считается. По-видимому, нельзя просто поднять пульс, потому что происходит сразу много разных гормональных биохимических изменений. И, в частности, это история про давление, про проводимость сосудов. Про то, что когда вы вкалываете адреналин, то у вас сосуды сужаются, и от этого ухудшается кровоснабжение много чего, всего того, что прямо сейчас не нужно. А когда вы занимаетесь спортом, и у вас от этого увеличивается пульс, у вас одновременно вырабатывается оксид азота, вот то самое вещество, на эффекте которого работает Фиагра. Оксид азота, который улучшает кровенаполнение всяких разных кровеносных сосудов во всяких разных местах, и он, по-видимому, способствует тому, чтобы вся вот эта кровь, которая стала быстрее циркулировать по сосудам, она вся беспрепятственно проходила по ним, попадала куда нужно. То есть, гормонально-биохимическая история разная. От адреналина и от спорта, и от спорта явно более полезная. Спасибо. Так, еще руки? Или в эту часть задала? Вы уже три вопроса задали. Еще вопрос? Я у вас хотела спросить такой вопрос. Вот у вас был график, где там вот очень бодрый человек доживает, по-моему, до 50 лет. Это зависит именно от интенсивности нагрузки, то есть там если 80% от максимальной нагрузки, либо же от частоты. Если 6-7 раз в неделю там либо ходить, либо бегать, то получается тоже долго жить не будешь. Вы имеете в виду вот то, что в конце? Там голубой такой, да, на английском было написано, что бодрый. Да, вот этот. Ну, там не то дело, что очень бодрый доживает до 50 лет. Смотрите, здесь вот по этой оси это количество активности в минутах в день, а вот по этой оси это снижение в смертности от всех причин. Это не годы жизни. Все равно получается высокая нагрузка, она именно зависит от интенсивности, то есть 80% от максимальной, либо от частоты занятия. То есть если, допустим, 6-7 раз в неделю заниматься, но там не на максимальную, то это будет тоже полезно? Да, это будет тоже полезно. То есть это не будет изнуряющим для организма, да? Смотрите, по-видимому, регулярность важнее интенсивности, а интенсивность, ее полезно увеличивать до какого-то предела. То есть если вы можете ходить на пульсе 60% от максимального и на пульсе 70%, скажем так, 40% от максимального или 70% от максимального, то ходить на 70% от максимального полезнее. Но даже если вы ходите на пульсе в 40%, но зато тоже много и регулярно, то это тоже будет хорошо. То есть регулярность на первом месте, а интенсивность надо наращивать до тех пор, пока у вас до этого не начинает кружиться голова, до тех пор, пока вам это комфортно, но без злоупотребления. Спасибо. Здравствуйте, уважаемая Ася. Благодарю вас за ваши книжки и просветительскую деятельность и за поддержание авторитета вышки. Хотела, да, для меня это тоже важно, хотела вас спросить, если организм человека приспособен для интеллектуальной деятельности в процессе спринтерской марафонской ходьбы, то почему большинство интерфейсов интеллектуальной деятельности не поддерживают такой функции, и почему все-таки по факту каждый человек предпочитает статичные позы и сидячее положение при интеллектуальной деятельности, почему вы, наверное, книжки пишете сидя, и почему вы не любите спорт. Спасибо. Вопрос с подвохом. Смотрите, это опять та самая история про эволюцию не в тех условиях, в которых мы живем. В общем и целом мы жили в условиях, в которых нам приходилось двигаться больше, чем мы хотим. Волей-неволей, для того, чтобы найти пропитание, мы вынуждены были куда-то бежать, и поэтому наше прилежащее ядро со временем научилось помнить, что сидеть — это очень хорошо, потому что у нас не было никакой проблемы с тем, что мы двигаемся слишком много, извините, слишком мало, но зато у нас была проблема, наоборот, с тем, что когда двигаться необязательно, то неплохо бы сесть и отдохнуть, потому что в любой момент может выскочить тигр, и придется опять убегать, вдруг война, а я уставший. То есть точно такая же история, как с едой, с тем, что прилежащее ядро очень хорошо запомнило, что нужно жрать, потому что, скорее всего, не будет. Точно так же оно запомнило, что нужно сидеть и лежать, потому что, скорее всего, потом такой возможности не будет. И когда появились возможности в ходе технического прогресса много жрать и много сидеть, то выяснилось, что проблема, эволюция нас к такому не готовила. Но, с другой стороны, вот что касается интеллектуальной деятельности, про это не очень много исследований почему-то мне попалось, но, в общем и целом, похоже, что когда мы решаем какое-то относительно простое интеллектуальное действие, типа там учим иностранные слова, похоже, что это правда легче делать на ходу или там крутя педали велотренажёра, правда испытуемые показывают более хорошие результаты. Когда мы делаем что-то сложное, типа там решаем дифференциальное уравнение, там, конечно, уже да, там, конечно, уже нет смысла, потому что мозг отвлекается на то, чтобы координировать движение, ему сложнее расточиться на своих дифференциальных уравнениях, поэтому в этом случае лучше сначала пойти подвигать педали велотренажёра, а потом решать дифференциальное уравнение. Но вот когда мы говорим про какие-то относительно простые вещи, то, по-видимому, полезно думать на ходу. И имеет смысл думать на ходу, если есть такая возможность. Так, есть ли еще те, кто ни разу не сдавали? Большое спасибо. Можно вот такую вещь уточнить? Нет ли здесь психологического эффекта спортивных упражнений? Может быть, просто нарабатывается у человека или у животного навык делать то, чего он не хочет делать? Он более… его используют дальше при решении каких-то дурацких тестов, задач? Вполне вероятно. То есть можно ли это дифференцировать? Были ли исследования, где этому уделили внимание и попробовали это сделать? Смотрите, да, действительно, вполне вероятно, что правда, среди прочего, спорт способствует, и физические занятия регулярные способствуют умению откладывать удовольствие и сесть на диван, умению преодолевать себя ради каких-то отложенных удовольствий и наград. И вполне вероятно, что оно правда может быть генерализовано на какие-то другие области жизни. К сожалению, мне не попадалось работ, которые были бы непосредственно этому посвящены. И на самом деле тут не очень понятно, как поставить эксперимент методологически. То есть кого с кем сравнивать, по каким критериям. Наверное, если прицельно погуглить слова physical activity and wellness, физическая активность и сила воли, наверное, какие-то связи, по крайней мере, корреляционные, наверное, кто-то выявлял. Это хорошее, правда, предположение. Я вот точно не помню, а кто недавно читал книжку Ирины Якутиенко «Воля и самоконтроль»? У нее там есть что-нибудь про спорт? Нет? Но вот если Ирина Якутиенко написала целую книжку про силу воли и при этом протупила там про спорт, то, наверное, про это нет каких-то колоссально важных исследований. Здравствуйте, Ася. Хотела спросить про влияние спорта также на психологическое состояние человека и коррелирует это с интеллектуальными способностями. Ну, то есть, как человек испытывает стресс, возможно, при занятии спорта. Да, смотрите, да, это хороший вопрос. Действительно, на эмоциональное состояние спорт тоже, как говорят исследования, влияет хорошо. То есть, с одной стороны, просто от физической нагрузки у нас вырабатывается эндорфина. В этом смысле ее можно рассматривать как стресс, как то, что обычно, когда мы бегали очень быстро, то это означало, что мы убегаем от тигра в ходе эволюции. И когда мы убегаем от тигра, то наш мудрый организм выбрасывает эндорфины для того, чтобы мы не умерли от болевого шока в тот момент, когда тигры грозят нам ногу. А если тигра не было, то они используются на повышение настроения. Вот, и, в принципе, есть всякие работы про то, что физическая активность хороша для борьбы с любыми mood disorders, то есть с тревожными расстройствами, с депрессией. Что если уж человек в депрессии смог заставить себя ходить гулять, то его состояние с точки зрения депрессии это улучшит. Всякие там есть нейромедиаторные изменения тоже, которые, наверное, работают каким-то похожим на антидепрессанты образом. Ну и, наверное, это может каким-то образом отражаться и на интеллектуальной деятельности. Но здесь опять методологическая проблема с тем, как ставить эксперименты. Ну и вот, скажем, меня в свое время на биофаке, на курсе психоней и эндокринологии учили, что, правда, так гипотетически учили на основании личного опыта преподавателей, что самое лучшее состояние для интеллектуальной деятельности это субдепрессивное состояние, когда вы еще не в настоящей депрессии, но, в принципе, вам уже грустно. В общем и целом это отвечает моему личному опыту и представлению о жизни, что когда вам и так хорошо, то не очень понятно, зачем вам писать книжку. И так же все хорошо. А когда у вас все плохо, то вы хорошо мотивированы для того, чтобы спастись, всем вам показать, и от этого, например, пишете книжку. Если говорить про нейропластичность и BDNF, то что кроме физической активности влияет на его синтез, повышает, понижает, и какие еще есть методы стимулирования синтеза BDNF? Ну, гены, к сожалению, влияют. У BDNF есть два широко распространенных аллеля с валином в одном месте и с метеонином в одном месте. И вот, если я не ошибаюсь, те, у кого валин, я могу сейчас наврать, они демонстрируют более хорошую память, более хорошие когнитивные способности. Причем, опять же, у нас каждый ген появляется в двух копиях. Одно наследуем от папы, другое от мамы. Какие-то заметные отставания получаются только у тех, кто мутантную неудачную копию наследовал от обоих родителей. Поэтому, в принципе, можно прийти к мотерной эксперименту, чтобы узнать свой генетический профиль и генетический профиль своего потенциального партнера, от которого вы собираетесь заводить ребенка, чтобы застраховаться. А какие еще вещи? Ну, как это ни банально, BDNF срабатывается, по-видимому, тогда, когда он нужен, с одной стороны. То есть тогда, когда, например, мы получаем интенсивную интеллектуальную нагрузку, когда мы живем в какой-то богатой, интересной среде, когда мы ходим на научно-популярные лекции. Если что-то в этой лекции привлекло ваше внимание, то, значит, у вас для этого стало больше BDNF, для того, чтобы это запомнить. Я всегда думала, что я продаю людям. Видимо, я продаю людям повышение BDNF. Надо так описать в рекламных анонсах. Вот. То есть, с одной стороны, если вы получаете информацию, если ваш мозг вынужден ее перерабатывать, то он свою биохимию под это подстроит. А с другой стороны, мозгу проще подстраивать свою биохимию тогда, когда он живет в каких-то благоприятных условиях. То есть, когда он высыпается, двигается и не очень перегружен вредной едой, которая влияет косвенно, вторично. То есть, непосредственно для мозга питаться в Макдональдсе не вредно, даже полезно в долгосрочной перспективе. Но это вредно в долгосрочной перспективе, потому что, если вы пытаетесь неполноценно и наживаете себе, например, лишний вес и проблемы с пищеварением, то тогда все это в долгосрочной перспективе ухудшает кровоснабжение мозга и в долгосрочной перспективе идет ему не на пользу. — Насколько я понял из вашего ответа, получается, ничего из питания никак не коррелирует с выработкой BDNF, не говоря о долгосрочных перспективах, типа Макдональдса. — Да, мне таких исследований никогда не попадалось. Это не означает, что их нет. Я, честно говоря, просто никогда не пыталась прицельно сесть и их найти. Вполне возможно. Я запишу себе, я посмотрю к следующему разу. Следующее исполнение этой лекции будет, скорее всего, в Петербурге, скорее всего, в районе 20 июля. Может, если считаете, что она нужна кому-то из ваших знакомых, отправьте его летом в Питер. Так, BDNF и еда, это я себе сейчас запишу. Ну, то есть, смотрите, еда, мозг, понимаете, мозг, он же буржуи-капиталист. Мозг — это такой орган тела, который всегда возьмет в себе все, что ему нужно. То есть любые другие органы тела могут голодать, а мозг первым возьмет в себе из крови абсолютно все полезное, что есть, и не будет брать абсолютно все вредное, что эта кровь ему приносит. То есть вся физиология человеческого организма построена так, чтобы мозгу было хорошо, чтобы ему точно хватало глюкозы, чтобы ему точно хватало всего. Все самое нужное он себе всегда возьмет, даже если все остальные органы тела будут страшно голодать. Я в данном случае не ссылаюсь на какое конкретное научное исследование. Я излагаю свое видение того, как примерно это работает. поэтому еда на мозг влияет скорее опосредованно. Скорее она влияет на все остальное тело, давая ему, например, лишний вес или не давая лишнего веса. И от этого вторично уже может пострадать мозг. Ну или там еда может как-то способствовать, например, ухудшению состояния сосудов, там, трансжиры, холестерин, вот это все. То есть еда может в долгосрочной перспективе ухудшить кровоснабжение мозга, тогда это будет вредная еда. Но в любой конкретный день, в любой конкретный обед мозг себя прокормит, за мозг можно не волноваться. Давайте два коротких последних вопроса. Так, один вижу, второй человек, у вас сразу еще дверки. Тогда подождите, одному из вас не достанется. Привет, расскажите, пожалуйста, про этот волшебный BDNF, как он расходуется, и есть ли в мозге какой-нибудь склад, куда его можно накопить, когда придет деменция, начать расходовать? Нет, склада в мозге нет. Просто любая нервная клетка умеет сама себе его производить по мере надобности. То есть есть гены, которые его кодируют, клетки его вырабатывают. Почему-то они начинают вырабатывать его больше, когда люди позанимались спортом, непонятно почему. Ну или когда люди обучаются, то, соответственно, им тоже нужно растить новые нейронные связи, и для контроля над этим процессом клетка начинает вырабатывать больше BDNF. То есть любой нейрон, либо любой, либо, по крайней мере, очень многие нейроны умеют вырабатывать в себе BDNF по мере надобности. По поводу запаса, вот честно говоря, я не уверена. С одной стороны, мы видим, что, по крайней мере, изнутри наружу он проникает через гемотенцифалический барьер. То есть может быть и можно было бы как-то вколоть BDNF в кровь, и, может быть, он бы попал в мозг, и принес бы там какую-то пользу. Но таких исследований тоже их надо прицельно погуглить. Тоже я вчера об этом думала. Бегло ничего не нашла, а копать глубоко не стала, потому что уже не было времени на это. Я думаю, что если вколоть BDNF в кровь, то какие-то эффекты, наверное, будут, но не факт, что это будут положительные эффекты. Потому что таким образом вы не сможете контролировать, в какую конкретно зону мозга он попал, зачем и что он там делает. То есть условно, если вы занимаетесь математикой, то у вас вырабатывается BDNF ровно в тех нейронах, которые должны сейчас понять, как решать дифференциальное уравнение. А если вы просто вкололи BDNF куда-то, то, например, его заберут себе быстренько бодрые нейроны прилежащего ядра, которые хотят жрать пиццу и смотреть телек. И они нарастят себе замечательные прочные нейронные связи для своего замечательного, прочного, мощного желания есть пиццу и смотреть телек. И оно станет еще более прокачанным в мозге. То есть мне кажется, я не видела работ, в которой BDNF вкалывали бы в людей или в животных и смотрели, что получится. Надо их поискать. Может быть, они есть. Но, скорее всего, никакого прицельного, ничего хорошего не получится. Потому что, когда мы даем себе задания, когда мы занимаемся сами интеллектуальной деятельностью, то у нас растут те нейронные связи, которые мы используем. У нас всегда растут те нейронные связи, которые мы используем. Это основа всего нашего обучения. А если мы пытаемся как-то искусственно снисифицировать этот процесс, то будет расти черт знает что, и мы станем черт знает кем. Так, девушка, которая руку поднимала, я не помню. Вызот? Да. Добрый день. Спасибо за лекцию. Такой вопрос. Проводились ли исследования про долгосрочные вот эти вот эффекты занятия, допустим, спортом там или какой-то физической активностью на именно интеллектуальную деятельность? То есть, грубо говоря, вот эксперимент, полгода они ничего не делали, естественно, с интеллектуальными задачами и справлялись хуже. Нет, они всего 10 дней ничего не делали. Извините, я сейчас перепутаю там цифры. Неважно, но, грубо говоря, если человек цать лет ничего не делает после активных занятий спортом, грубо говоря, молодость он положил на спорт, но потом решил дать себе покой, отдохнуть и больше ничего не делает. Вот по сравнению с человеком, который в принципе ничего не делал, он также будет решать интеллектуальную задачу какую-то? То есть, вот такие исследования проводились? Ну, смотрите, вот прямо точно таких исследований конкретного примера я привести сейчас не могу, потому что, вот еще раз, что мы видим? Мы видим, что, в общем-то, даже небольшого количества физической нагрузки уже достаточно. Маловероятно, что человек сначала был спортсменом, а потом просто залег на диван и там сидит. Такие исследования проводят только для космических проектов. В космических проектах человек может лежать в ванне 5 дней и ничего не делать или даже 30 дней. Это правда плохо отражается на его интеллектуальной деятельности, но дело в том, что человек сам обычно отказывается после того, как он 30 дней полежал, отказывается лежать дальше. Он хочет уже пойти погулять. То есть, если человек лег и лежит, то, да, его интеллектуальная деятельность будет постепенно угнетаться. Здесь довольно сложно отделить даже, в какой степени она будет угнетаться из-за того, что он просто не двигается, а в какой степени из-за того, что он лежит, из дома не выходит, не получает новых интеллектуальных стимулов. Ну и вообще здесь вопрос, почему он лежит. Может быть, он лежит, например, потому что он, в принципе, заболел тяжело, что само по себе тоже отрицательно сказывается. То есть, а если мы говорим о людях, которые просто сначала занимались спортом много, а потом перестали заниматься им активно и стали ездить везде на машине, то, да, постепенно это будет ухудшать историю, но довольно долго, я думаю, что месяцы или даже годы у тех, кто был тренированный, все равно будет преимущество перед теми, кто никогда не был тренированный просто за счет того, что в сердце у них все-таки лучше сердечно-сосудистая система, лучше больше развита. Это будет все постепенно спадать, но, наверное, какие-то мелкие отличия в их состоянии здоровья будут обнаруживаться даже через пять лет. Спасибо. Спасибо. Спасибо.